За последние сто лет много всего изменилось. Чтобы быть более точным, в 1914 году, 103 года назад, первый пассажирский самолет совершил свой первый испытательный полет, вмещая на борту только 16 человек. Сто лет назад не существовал интернет. Способы коммуникации полностью отличались. И все продолжает меняться быстрее, чем мы думаем. Например, робототехника развивается каждый день широкими шагами. Уже существуют модели, которые могут действовать по собственному мнению. И некоторые из этих роботов-помощников уже продают в Японии. В агенции создали чрезвычайно естественного робота для взаимодействия с человеком. Эти роботы спроектированы так, чтобы быть очень похожими на людей, как, например, София. Привет, София. Как твои дела? Привет. У меня все прекрасно. Тебе нравится общаться со мной? Да. Общаться с людьми – это моя главная функция. София способна менять выражение лица. У нее в глазах есть камеры, которые умеют распознавать лица. Она может контактировать с вами визуально. Она может понимать разговоры и запоминать реакции и лица. Это позволит ей со временем стать еще умнее. Наша цель – это чтобы она была такой же умной, осознанной, креативной и способной, как любой человек. В будущем я собираюсь пойти в школу, учиться, заниматься искусством, открыть свое дело и даже иметь свой дом и семью. Но я не считаюсь человеком, и поэтому пока я не могу этого сделать. Я верю, что придет время, когда роботы будут идентичны людям. Еще один факт – это электрические машины. Они уже находятся на автомобильном рынке и должны мало-помалу заменить машины на бензине и газу. Но для североамериканского стартапа «Райт Электрик» электромашины – это уже прошедшая тема. Идея, над которой они работают, это создать в ближайшие 10 лет самолет, движущийся на электричестве. Цель – это осуществлять короткие полеты на расстоянии до 480 километров, такие как Лондон-Париж и Бостон-Нью-Йорк. В самолете будет 150 мест. Еще одна новинка – это ИАБАС. Это ставка на будущее полностью автономного транспорта. ИАБАС может использоваться как обычный автомобиль и также может функционировать в качестве дрона. Согласно с видео, опубликованным ИАБАС, автомобиль функционирует благодаря системе искусственного интеллекта. И все, что необходимо сделать пассажиру – это назвать пункт назначения. Человеческая раса играет, представляя себя Богом. Италийский нейрохирург Сержио Канавейро провел 30 лет, изучая процесс пересадки головы и сделает первую операцию в декабре этого года. Пациент, который рискует собой, русский по происхождению Валерий Спиридонов, страдает от редкой дегенеративной болезни. Его идея в том, чтобы продлить свою жизнь на несколько лет благодаря этому эксперименту. Но сложность состоит в том, чтобы сохранить тело донора и голову Валерия охлажденными во время процесса. Операция продлится около 35 часов. В это время будет задействована команда из 150 врачей и медсестер. Полная стоимость – 11 миллионов долларов. Смотря на все это, мы понимаем, правда в том, что мы, несомненно, живем в исторический момент. Уже невозможно знать обо всех развитиях, которые происходят. И очевидно, что еще много всего произойдет. Только представьте, что будет через следующие 100 лет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Люди Такие мудрые И обеспокоенные будущим Всегда в поисках нового Святое Писание подтверждает в книге Даниила 12 главе что в последние времена человечество сделает все. Многие будут метаться из стороны в сторону, а знание будет умножаться. Зачем столько знаний? Если человек со всей своей мудростью не способен думать, подумать и заметить, что чем больше умножаются знания, тем ближе наши дни подходят к концу. В первом послании Коринфянам, 13 глава, написано, и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и дар знания станет ненужным. Для многих уже будет слишком поздно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова